Я предлагаю подключиться к Евпатории за честность. Сегодня отмечается День подразделения экономической безопасности. Об этом поговорим с Дианой Даевой, она на прямой связи с нашей студией. Диана, доброе утро! Сколько противоправных действий, каким вопросом удалось выявить сотрудникам полиции за последствия? Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! Действительно, 16 марта ветераны и сотрудники, и те, кто борются с экономической преступностью, отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня 83 года с момента образования отделений отдела экономической безопасности и коррупционной безопасности. Сегодня у нас в студии гость, начальник отдела безопасности и коррупционных действий Сидоров Александр. Александр Викторович, здравствуйте! Расскажите, сколько в Евпатории уже в этом году выявлено таких действий? Доброе утро, уважаемые жители, гости нашего города. Сегодня действительно наша служба отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отмечает свой профессиональный праздник. В 1937 году, 16 марта, была создана указанная служба. В настоящее время, разрешите, да, я в целом о подразделении расскажу. Основными задачами нашего подразделения является это предупреждение, выявление, пресечение экономических и налоговых преступлений, преступлений в сфере государственной деятельности среди органов власти. В настоящее время нам удалось создать молодой, но довольно профессиональный коллектив, который способен исполнять возложенные на него задачи. Так, по результатам двух месяцев текущего года, нашим подразделениям выявлено 14 преступлений экономической направленности, среди которых это преступления и налоговые, и в бюджетной сфере, и коррупционные, и должностные. Если позволить, вот статистика, из них тяжких, особо тяжких преступлений нами выявлено. 11 преступлений, в должностных 2 преступления, коррупционных 4 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 3 преступления. В сфере строительства также 3 преступления. В бюджетной сфере 4 преступления задокументировано. В сфере интеллектуальной собственности 1. Привлечено к уголовной ответственности 6 лиц, которые совершили данное преступление. Окончено 5 уголовных дел. По результатам их расследования, Возмещено более 11, порядка 12 миллионов причиненного материального ущерба. Расскажите какой-нибудь пример какого-то резонансного дела именно для Евпатории. Для Евпатории, конечно же, резонансным является проблемный вопрос реконструкции набережной Терешковой, который длится довольно долго. И на сегодняшний день результатов жители нашего города не видят. К нами были собраны материалы, проведена проверка. Материалы были направлены в следственные органы, по которым возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц. Сейчас ведется следствие, проводятся экспертизы судебно-технические с целью определения причиненного материального ущерба лицами, которые выполняли работы и осваивали указанные бюджетные средства. Эти бюджетные средства выделялись и осваивались в рамках федеральной целевой программы. Также большое внимание сейчас уделяется реализации национальных проектов, согласно указанию нашего президента Российской Федерации. К нами также выявлено и сдокументировано преступление в ходе реализации нацпроекта. Коммерческий подкуп. Дело также уже направлено в суд. Александр Викторович, расскажите, как Вы считаете, Евпатория выделяется среди других городов по количеству, например, преступлений среди других городов полуострова? Евпатория является одним из крупных городов Крыма. Является курортным городом, является здравницей детской. И в связи с этим очень большое количество бюджетных ассигнований направлены на развитие города Евпатория. И, конечно, чем больше денег поступает бюджет, чем больше работ выполняется, тем больше лиц, которые хотят на этом нагреть руки. Соответственно, у нас, как я уже говорил, четыре преступления уже задокументированы в бюджетной сфере. Работа ведется, и еще будут возбуждены дела, потому что есть недобросовестные подрядчики, которые совершают хищение. Есть в том числе и недобросовестные распорядители бюджетных средств, это чиновники наши, да? Вот. В этом направлении ведется работа, и каждый рубль бюджетных денег нами отслеживается, и все незаконные действия нами пресекаются. Спасибо, Александр Викторович, что нашли время прийти к нам в студию. Коллеги, я передаю вам слово и желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Спасибо. Большое спасибо, Диана. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаю, на связи была Евпатория и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Диана Даева. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok